Всем привет! Климасик сегодня первый раз один едет на занятия на автобусе. Если вы помните, то я ездил еще в куртке, в машине, потом мы ездили на автобусе, потом мы ездили с моей подругой, после подруги я сам еду. Молодец! Сегодня у меня будет фасоль, лобио и вот просто вареный брокколи. Минутку я варю, для меня 2 минуты, это даже слишком много. Порой я могу просто обдать кипятком. Я не люблю разваренный, переваренный брокколи. Хочу рассказать вам про случай. Я думаю, вам зайдет эта история. Вчера ко мне подходит соседка и жаловалась на Вову, что там они цветы порвали у нее во дворе. Я, конечно, за это его тоже поругала. Вот они, кстати, эти цветы, которые мне Вовка подарил, сорвал у соседки во дворе. Но это плохо. Я всегда за то, чтобы эти цветы просто росли бы и радовали глаз человека, который эти цветы посадил. В общем, наругала я их за это. И она мне говорит, ты не думай, что твой сын веган. Он только так уплетает и колбасу, и беляши, и пельмени у другой соседки. Не буду называть никакие имена. И мне так многие говорят, и про клима. Но на самом деле, я скажу, что это дети. И у них нет той осознанности, как у взрослого человека. Взрослому человеку тяжело отказаться от каких-то вкусностей. А ребенку и подавно, ну просто невозможно. И тем более он не понимает мотивацию. Он знает, что почему-то мама это не ест. И думает, ну ладно, один раз можно, мама не узнает. Ну и я не знаю, что у нее в голове. Ребенок ест все то, что ему вкусно. Если ему вкусно, он будет есть, и с этим его не обманешь. Ругать я их за это не могу. Вот, поэтому бывают такие случаи. Сейчас я сниму брокколи. И клим такой же, и вовка. Это дети. Я считаю, что взрослый человек должен понимать, что если в семье такие уставы, то предлагать не стоит. Вот я, например, не представляю ситуацию, если бы ко мне пришел там верующий человек, там, например, это такой грубый пример, там, мусульмане, да, которые не едят свинину, а я бы взяла, пожарила вишницу с беконом. И, а что, ребенок попросил, он сам захотел, я ему дала, как это он. И поржала бы еще за спиной. Ну, вот как? Я такой ситуации не представляю. Никогда в жизни так не сделала. Но почему-то многое окружение так делает им по приколу. Для меня это странно. Неприятно, конечно, но я уже привыкла. Есть еще одни знакомые, которые там могут климана кормить стейками, бургерами. Еще там типа, да, да, ешь, ешь, клим, молодец, молодец, ешь. И вот так вот поржать, типа. Классно, вот они так поступили, прикольно. Ребенка накормили мясом. У меня есть еще одна подруга. Они строгие веганы. И когда он приходит к нам в гости, мальчик с ночевкой, даже часто бывало такое, я прошу Саню, Сань, пожалуйста, только не надо там готовить при нем яичницу. Потому что, ну, наверняка, я не знаю, может быть, ребенок захочет. И мне было бы неприятно, если бы ребенок за спиной у Даши ел там яичницу. Вот я заранее это оговариваю и стараюсь там не соблазнять. Потому что у нас в доме бывает и яичница. Сыр очень редко, но бывает. Здесь у меня томатная паста, всякие специи, водичка, в которой сварилась фасоль, чеснок, хмели-сунели. Острого я не добавляю, порционно буду добавлять, потому что, как я говорила, дети тоже это будут есть. Мне сегодня пришла универсальная чистящая паста Pink Glum. Я увидела ее в инстаграме у одного блогера. Тоже решила купить. Очень классно работает с нагаром, жиром, известковым налетом. Мне вот это вот очень нужно. Стойкие загрязнения, грязь на подошве. Тоже каждый день детям нужно и себе тоже кроссовки чистить. И даже руки можно мыть. Что меня больше всех привлекло, это только натуральные ингредиенты в составе. Приятный запах. И он абсолютно безопасен для кожи. Очень мне понравилась текстура этого чистящего средства. Запах, цвет, похоже на что-то съедобное. Я очень ждала это средство, чтобы прогенералить ванную комнату. Но сначала пробегусь по мелочам. Вот тут, например, давно паста не отмывается. Марта постаралась. Ну, смотрите, здорово, чисто все терлось. Так вот я убираюсь в доме частями. А что делать, чтобы сразу прогенералить весь дом? Это надо меня оставить одну, без детей, без готовки, ну, минимум на три дня. Тогда бы я погрузилась в транс и сделала бы все как надо. Но сейчас очень мало времени. Надо сделать все быстро, качественно. Вот, например, кроссовки мои почистить тоже очень надо. Я обычно это делаю старой зубной щеткой, но сегодня я ее не нашла. И тряпочкой тоже можно это классно очистить. Смотрите, кроссовки как новенькие. Теперь самое главное, ради чего я заказывала это средство. Пора мыть ванную комнату. Честно вам скажу, я кайфанула от этого процесса. Мне не пришлось убивать свои руки жесткой химией, травить себя едким запахом. Средство идеально справилось со своей задачей. Раковина, ванная, стены, как новенькие. Так свежо, чисто и главное, без вреда для здоровья. Я очень довольна средством Pink Glam. Буду заказывать его постоянно и вам рекомендую. Его можно купить на Wildberries или Ozon. Ссылочку оставлю под видео. Добрался? Живой? Мой хороший самостоятельный парень. Дай пять. Сюрприз будет вкусняшка за это. Вовчик. Я уже позабал. Ты забрал бутылочку? Нет, украли. Я у них спрашивал, там они мне ничего не ответили. Вот так вот, там подошли, вот так вот мне показали там. Куда ты ее тащишь, Вов? Сюда, сюда, туда. Она будет все мощь, да? Спасибо. Все, аккуратно, на связь. Куда в парк заходи, в парк гуляй. Давай, все, бери самокат, Вовула. Приехали в парк гулять. Самокат на забудке, ага. Марта в последний раз, в последний момент передумала с нами ехать. Короче, я очень рада, что Марта с нами не поехала. У меня такое чувство облегчения. А то я там куча вещей с собой, еды для нее собрала. С ней, конечно, не просто. Она еще такая домашняя. У нас вечно плачет. Домой, домой. Хочу домой. У них сегодня праздник. Мама купила вкусняшку. Потому что я знаю, что они в парке все равно что-то выпросят. Лучше с собой взять. Клим вот ушел от нас. Клим, спина, шея. Сядь к нам на солнышко. И дай сюда капу. Тут ее и оставишь. Мама, пожалуйста, положи мое петенье в мой луджак. А если Клим захочет? А может, там очень нельзя. Ясно. Ладно. Положим. Тут что еще в рюкзаке? Яблочки есть. Я ему такой сыр взяла. С лавашом будут есть. Себе вот такие вот печеньки. Короче, это сыроедческие такие мама сделала. Здесь свекла, морковь, яблоко. И вот всякие кунжут, орешки, семечки. Классная штука. Но дети такой есть не очень-то будут. Положи в рюкзак, Вов. Нам может взять. Да ничего страшного, Вов. Чего ты эту гадость еще и жалеешь? Мама, я жалею. Ты забудешь или белочки украдут? Я там. Не там. Мое. 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 Да вы сейчас сломайте их все. Они рассыпятся. Что, аплодисмент нельзя. А то мне не хватит. Да ты ешь сам. Ты чего не ешь? И не ешь, и жалеешь. Вот я потом еще уже хочу. Классно. Запаска есть? Да. У тебя? Да. Давайте я вас сфоткаю. Садитесь на коврик. Сава, садись тоже. Не хочешь? Вовка тут развлекает местных детей. Смотрите, все сбегаются. Мы сегодня были на необычном пикнике, который организовали приезжие россияне. Очень классные все ребята. Так круто организовали игры для детей. Лучше всяких аниматоров. Я впервые была на пикнике такого масштаба. Мне очень понравилось. Пообщалась со многими мамами. Мне было очень любопытно узнать их мнение о своей стране. Многим нравится. Ну, минусы, конечно, тоже есть. И как и везде, я думаю. Кто-то говорит, что после того, как рубль упал, стало все в Казахстане дорого. И за те же деньги можно жить и в Испании. Такое мнение я тоже слышала. Я думаю, все относительно. Везде можно жить и дорого, и дешево. Кто-то кайфует и хочет прямо остаться здесь навсегда. Другим нравится здесь все, а школа и образование не устраивает. Я думаю, как и везде, в Казахстане найдутся всегда минусы. Но плюсов всегда больше. Или Сави. Мне не кидай, видишь, я снимаю. Ой! Какое чудо. Вон, девчонки даже резиночку принесли с собой. Играют еще и такая длинная. Вовки, Вовки кидай. Вов, руками нельзя. Вов, руками нельзя. Молодец! Пока не беги! Красавчик! На этот раз больше. Ой, девушечки. А можно, если у вас есть не один городский аромат? Ну, не один городский аромат. Спасибо вам за это. Спасибо. А они как-то разгрызают их? Да, они еще... Давай! Ой, блин, вода переливается. Так, мама, поставь. Завтра будильник на девять. Это целое. Я завтра в девять хочу проснуться. Кто рано встает, тому и буду. Чтобы был долгосрочный день. И что ты хочешь долгосрочный день сделать? Что-то влепать. Все понятно. Я-то встану, знаешь, без будильника в восемь. Главное, чтобы ты тоже встал. Моя хорошая, моя любимая. Я-то сильно-сильно любила. Это никак куда уже, мальченки. Вот никакая там... Матюшка, конечно, облица с тобой. Я-то убегала быстро со своими пинпончиками. Вот это не гладеные, как и рубашки там висят, да? Да. Да их можно не гладить. Ну, здравствуйте. Ребенок там надевает череп. У Вовой одежды больше, чем у меня. Да. Я просто жива там аккуратнее. Это слово такое чисто плотное. Да. Он точно не моя породия. Породия. Да. Я маме я породия. Знаешь, такой красивый беспорядок, да? Да. Красивый пофигизм. Клим, вытирай посуду. Зачем мне вот это вот сейчас надо? Все. Вот Вова. Ой, как хорошо сложили вещи. Вов! Вов достал все вещи. В общем, у Вовы так много вещей, что вот представьте, ему подходят вещи и на 4 года, и на 7 лет. Вот эта вот футболка на 7 лет, и она ему тоже нормальная. Поэтому у него получилось много вещей. Боня, посмотри, как все. А это моя? И это самое главное еще не все. Там еще в коридоре целая коробка. Это коробки, это маечки, это домашние, это штанишки. А у меня еще есть? Еще там целая коробка вещей, но там не надо трогать. Подожди. У меня есть статьи, статьи сюда. Вовка, такой чистоплотный парень, любит, чтобы у него все аккуратно было сложено. Вот не, пусть там лежит, это уже носили, Вовочка. Пусть это там лежит. Ну вот это желтое чистое. Желтое чистое? И шорты чистые. Ну шорты рано еще. Давай, ну все равно туда сломай. А эту ты носила, это ты завтра дома оденешь. Подожди, знаешь, что они... Я думаю, что вы тут делаете? Оказывается, вот оно что. Шорты в маечке. А Марта грабит мою сумку. Матуша, только в рот не суй, ладно? Готовлю компот на завтра. Вот так вот каждую вишенку, каждую ягодку мою, потому что там вот внутри все равно какая-то грязь. Бывает. Будешь знать. Вов, ты же знал, что этим закончится, бабулочка моя хорошая. Да, я согласен, сильно очень ударил. Да ты вообще, блин, не рассчитываешь. Да он меня убьет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, 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 нет. Он сам ко мне вот эти вот резинки меня со всей туры по лицу упасил. Он же будет знать. Я просто молодец. Включи все, мне ничего не видно. А что ты хочешь там увидеть? Что же я ставлю? Я мою ягоду. Вот так? Да. Или вот так тебе? Нет. Достаточно. Вот так. Что, где, куда он тебя ударил? Он туда прям. Он лосейным полотенцем, знаешь, мокрым. Прямо вот клистанул. Иди сюда на меня вот сюда. А ты, он у меня безжалостно. Он у меня безжалостно. Этой христалл. Из-за мультика. Из-за мультика. А что у тебя? Где, из какого мультика? Он взял путь? Когда это был? Я тебе сейчас покажу. У меня сейчас со всей дурью меня хреначит. Надо уже ложиться. Палкой. Сапина. Подожди, подожди. Что-то у меня висит. Пошли. Пошли. А что же животное варять? Подними. Он так все хорошо, аккуратно свалил. У Вобка. У Вобка. У Воба-Баба-Лиза. Вот и мне. Ты делай, сынок. Если я любимая, пожалуйста, делай то, что я тебе прошу. Помоги маме. Вот такой вот у нас здесь компотик варится. Вкусный. Всем рекомендую. Вкусно-вкусно. Вот такой вот там сухофрукты есть. Еще у нас пловчик есть. Такой вкусный-вкусный. Вот он. Хорош. В холодильник надо убирать и спать ложиться. И картошечка. И еще я вокалом вокалюсту. Вокалюсту. Мама здесь постоянно. Клим, почему ты не делаешь? Клим, почему ты не делаешь? А я здесь посуду вытираю. Они-то вытирают. Вытираю, вытираю, но и так не довытираю. То там ножку какую-нибудь замечу. То куда-нибудь уйду. То с Вовой подерусь. Я все сделаю. Лишь бы мне не помыть посуду. Правду говорю спасибо. И вот так вот каждый-каждый-каждый божий день. Завтра уже школа. Сегодня воскресенье. 26 марта. Почему время летит на каникулах вот так вот. А когда началась школьная пора. Сейчас вам что поговорить. Музыкальная пауза. Я уже попел. Ладно, всем пока. Это было интервью от Клим. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.